Хочешь Титана Фейерверка Мэна? И я его тоже хочу. Но когда ты заходишь в магазин и видишь его цену в 4,5 тысячи робоксов, и при этом тебе дадут 100 ящиков шансов выпадения 5%, то понимаешь, что это какой-то ивент очень скамерский. Ведь у нас есть в данный момент, каждый час нам выдают ящик бесплатно, и мы можем испытать свою удачу на выпадении его. И как ты понял, то что я уже поднакопил нормально так число ящиков, и мы его сегодня попробуем выбить. А если нет, то у меня есть секретная фишечка, там где его 100% выбьем. Так что пожелай мне, пожалуйста, удачи в виде лайка, а мы как раз приступаем к открытию. Давайте открывать сразу по 10 штук. Открываем вот так вот, и надеюсь, надувайся. О, как обычно, как обычно, как обычно. У меня надулось пузо вместо нашего Титана Фейерверка. Но у меня еще есть 10 ящиков, с помощью которых мы должны выбить, и они пока, ну, как-то вот так вот. Ребята, напишите в комментариях, сколько вы уже, на самом деле, открыли эти ящики, потому что мне очень сильно интересно. Я не открывал еще ни один ящик. Вот у меня уже первые 30 ящиков я открываю, и смотрю, что мне ничего не выпадает. Вот это вот поворот! Но хотя бы у нас 0,50 уже процентов на выпадение прошло, и сейчас открытие у нас проходит, и мы его, опять же, 40 ящиков не выпадает. Но ничего страшного, мы особо не печалимся, не расстраиваемся. Мы понимаем, что не так уж будет все легко, и 60 ящиков нам тоже не выпадает. Не особо не надо расстраиваться. А ящики, потому что у нас немного потихоньку заканчиваются, и давай! Ну, может, задницы там где-то? Нет, тоже не выпал. И мне вот эти вот наши обыкновенные рарочки выпадают. У меня осталось немного ящиков. Давайте вот так вот мы откроем, и если нам сейчас в данный момент не выпадает, то мы пойдем на маркетплейс и посмотрим, сколько же он стоит. Выгодно его вообще покупать, или, возможно, нам нужно купить 2000 ящиков? При этом и будет это намного выгоднее, чем его купить, конечно же, в нашем маркетплейсе. А пока, как ты видишь, мы не можем его выбить. Давай как раз на трейд-пазу выходить, и как раз посмотрим вот здесь вот. Возможно, мы его сейчас выбили с секретной фишечкой. Давай вот так вот заходим в юниты, смотрим, и у нас Годли, 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 Годли. Хочешь Клока, а может Хайпера? Тогда тебе на toiletmarket.ru. Здесь ты найдешь любого юнита по самым выгодным ценам, но можно еще дешевле. Испытать свою удачу и получить промокод на скидку. А если что-то непонятно, у них есть техническая поддержка. Про мега-конкурсы они не забывают. У них проходит очень часто. В своем Телеграм. Синфа в закрепе. Нету Годли. Где-то там далеко. Пока что непонятно с нашими Годли. Мы его еще до сих пор не выбили. Но зато у нас есть вот еще немного ящиков. При этом осталось. Давайте как раз еще 4 ящика откроем. Возможно, возможно, сейчас он нам выпадет. А пока не выпадает. И посмотрим наши цены. Давайте как раз мы по-быстренькому вот так вот берем. Открываем еще 4 ящика. Потому что, о, нифига себе, как-то неправильно у меня открылось. Или открылось. О, ящик. Это я открыл? Это я, походу, открыл. И мне он, к сожалению, не выпал. Даже вот, посмотрите, у подписчика сейчас тебе ультимейтус выпадет. Но тебе пиндаль в страху. Хорошо, что не мне. Это очень хорошо. Мы пришли как раз на маркетплейс. Мы его не выбили. Стоят они у нас 48. В принципе, если так посудить. Если мы купим 2000 ящиков, то нам нужно потратить 100000 гемов. И то не факт, что он выпадет. Это со 100% вероятностью то, что он выпадет. А у нас может и не выпасти. А здесь у нас пока его нет в ультимейтусах. Давайте посмотрим в эксклюзивке. Потому что каждый раз у нас цены на гематике меняются. Видишь, как ты уже можешь посмотреть. Хайпер у нас подешевел. И это как бы немного очень грустно. Но, возможно, на каком-то другом сервере там лежит вот этот вот безумный, безумный Титан Фейерверкмен. И мы его сможем его феноменально приобрести. Только в данный момент, знаете, какое мне фишечка не нравится? Через 6 минут, хоть у нас сейчас будет доступен новый, как раз нам это, ящик. И, возможно, там мой Титан это где-то заложенный. А здесь вообще невыгодно. Прикиньте, давайте. 150 гемасов! Вы что за грабеж? Зачем грабеж? А здесь его тоже нету. Нифига себе. То есть он сейчас до такой степени редкий, что его просто невозможно выбить. Меня подписчик узнал, и он мне кинул 10 ящиков. Сейчас мы как раз их откроем, потому что он в видеоролике и пожелал мне удачи. Блин, ребята, это на самом деле круто. Давайте как раз этот трейдик мы немножко закроем, чтобы, например, мне не отправляли, его принимаем. Я не знаю, кто это такой. Но да ладно, тоже отменяем. И давай как раз в честь него, потому что у него 10 ящиков легендарный. И мы как раз открываем. Давай, давай, давай. Давай пузырь не надуваем. Блин, плохо как бы. Но ничего, у нас есть еще один секретный ящик, и который мне только что выпал. Давай! Перестарался. Здесь у нас вообще находится очень мало людей. Возможно, там, где у нас мало людей находится, там вообще нету ни годли, никаких юнитов. Так что это будет вообще печально. И его не просто так найти. Давайте как раз сейчас попробуем сами зайти на эти разные сервера, там, где у нас находится по 100 человек. И там, надеюсь, будет он, будет. А какой мы, мы на какой сервер, получается, залетели? Мы, ооо, американский. А в американском это, в принципе, должно что-то быть. Потому что я чувствую, да, ну тут дешевый сервер. 39 гемасиков у нас стоит, а нашего фейерверка нету. Да, хороший сервер, но не на 100% хороший. Давай на Джермании это зайдем. И, может быть, на немецком у нас сервере будет вот этот вот юнит. Потому что это не просто так его найти и не просто так им завладеть. Это капец как сложно на самом деле. Потому что его, как бы, ты уже видишь, я на пятый сервер зашел. Здесь у нас немножко подороже. И опять его нету. Он что, реально очень жесткий, очень дорогой. Давайте там, где у нас 97 игроков. Возможно, у нас тут он будет. И тут у нас, я хотел вообще нету людей сказать. Но в итоге тут прибавляется. И плюс я, у которого немножко есть гемы. А если ты хочешь, чтобы мы тебе его как раз дали. Давай наберем на этом видеоролике, как ты видишь, очень сложно. Например, 95 тысяч гемасиков. Мы увидели его цену. Может быть, купить или нет. Давай, короче, мы набираем на этом видеоролике 9 тысяч лайков. Потому что он стоит столько. И мы разыграем его как раз на стримчанском. А на каком? Ну, когда наберем как раз 9 тысяч лайков. То таком и разыграем. Надеюсь, в самом ближайшем. Но пока мы теперь знаем цену. То, что его можно выгоднее купить. Так что его проще купить. Потому что рарочки, если так вот сейчас посудить. То куда можем мы продать эти рарочки за гемасики? Я не знаю даже, кто у нас будет покупать рарочки. Вот эти вот обычные за 11 гемов. Но если мы поставим за 1 гем, то возможно у нас кто-то купит. А так, в принципе, никто. Ребята, мне уже кидают трейдики в данный момент. Я говорю, я трейжу этого фейерверка. Потому что я не знаю его цену. Он примерно стоит 100 тысяч гемасиков. И мне сейчас его предлагают за 1 гем. Это что, какой-то рофл? Подожди. Давай проверим. Рэдди нажимаем. И действительно, это, надеюсь, не скап. Ребята. Мы за 1 гемасик его затрейдили. Ой-ой-ой-ой-ой. А сейчас, ребята, мы сравним нашего титана-вентилятора против, конечно же, титана-фейерверка Мэна. И знаешь, первое, что можно обратить внимание. То, что у нашего титана-фейерверка стоимость 2,5 тысячи. А у нашего вентилятора 750. И мы знаем, как бы, по нашему вентилятору, то, что он наносит у него ДПС 80 тысяч. А у нашего фейерверка, в принципе, 90 во много раз больше. Но пассивка, пассивка вентилятора, который может давать станчики и оттолкает их, это уже совсем другое направление. Но прокачка, например, нашего, получается, титана-фанмена-вентилятора должна, по идее, дешевле стоить. Потому что максимальный уровень у него, по-моему, шестой. И при этом за 30 тысяч мы можем прокачать. А тут уже на третьем уровне мы его, получается, прокачать можем за сколько? 14 тысяч. Нифига себе! Вот это вот поворот! Вот это вот намного прокачка дороже. Если, например, сравнивать, то, получается, ну, дамаг он хороший наносит. Но при этом скорость у него какая-то в 2 секунды очень маленькая. У него есть флэш-урон, и он, получается, и по тем, и по тем наносит. В принципе, пока я поставил вот так вот, что радиус не заметен. Но это, как бы, знаешь, анимация проходит очень крутая. И он такой очень стилёвый. Но мне почему-то, на самом деле, когда его максимальная прокачка нашего титана-вентилятора нравится больше, потому что у него есть крылья, потому что у него эта пассивка красная дует, очень хорошо всех сдуёт. Но можно вот здесь вот по нашей наводочке посмотреть, то, что у него ДПС получается 90 тысяч, а при этом скорость у него в 1 секунду. Ну, братишка, я тебе такое скажу, что наш шеф-клукмен намного их лучше, потому что он наносит по всем, в принципе. А он, как бы, по кому не даёт станчик или урончик наших, то он уничтожает. Это хорошо, потому что мы дошли до 26-й волны. И сегодня как раз мы проверим, до какой волны он сможет дойти один в соло, без нашего диджея, без нашего увеличения шефа-клукмена. И посмотрим, на что же ты сможешь способен. Потому что следующая прокачка на 5-й уровень у него стоит 20 тысяч, но это офигеть, как дорого. Реально офигеть. Хоть у него, допустим, это пушки какие-то появились, то, что у него фейерверк, допустим, даёт, но он уже этого не может снести. И вот у нас наступила 36-я волна, и нам становится уже плохо. А как ты можешь заметить, то, что я поставил нашего титанов вентилятора, чтобы как раз сравнить их по красоте. Если посмотреть по нашим эффектам и по нашим движениям по вентиляторам, то мне кажется, мне моё мнение, то, что у него ещё есть дополнительные крылья, намного выглядит прекраснее и красиво. Потому что у нашего таких эффектов никаких нету, но то, что, допустим, у нас происходит фейерверк, и он красным и синим наносит, это как бы респект и заслуживает лайка. Но есть одна такая ситуация, то, что он наносит 90 ДПС, и при этом у него сплэш, и не по всем. А вот наш вентилятор в этой красной окружности, получается, ещё сдувает подальше, и при этом ещё наносит по всем урон. И знаешь, несмотря то, что у нас требует примерно за этого Титана Годли персонажа 100 тысяч гематиков, он хуже нашего вентилятора, которого спокойненько можно выбить. Мы хотя дошли до 39-й волны, это хорошо, но есть небольшой минус, то, что мы так много не пройдём, и мы его не будем использовать в бесконечном режиме. Так что, ребята, ставьте лайк и подписывайся на канал, чтобы мы как раз становились всё лучше и в бесконечном режиме в топ пошли, потому что у нас есть там папуля, а мы с тобой не прощаемся, увидимся в этом ролике.